Уроки Владимира Тарасова. Урок 50. Управленческие механизмы. Информационное дистанцирование. Итак, сейчас мы поговорим о информационном дистанцировании. Это замечательный управленческий механизм. Давайте обратим внимание на следующую вещь. У всех у вас были родители и воспитатели, вы точно не могли. Теперь у вас были начальники. Может, у кого и не было, но у многих были. Были учителя. То есть был целый ряд лиц, кого вы обязаны были слушаться. То вы их слушались, то не слушались, когда как. Но вот первостречного вы готовы слушаться. Какого первостречного? Представьте, вы заблудились в незнакомом городе, никого нету, поздний час, но еще не очень поздний, еще не так, что страшно на улицах. Но вот идет прохожий. Выглядит нормально, не похож на городского сумасшедшего. Вы спрашиваете его на дорогу, он вам объясняет, как пройти. И вы следуете точно его указаниям. Вот он первый встречный, и вы следуете точно его указаниям. Хотя своим родителям или учителям не следовали их указаниям. Почему? По простой причине он имеет стопроцентное преимущество перед вами с точки зрения информации. Он знает, куда идти, а вы понятия не имеете. Значит, стопроцентное преимущество дает стопроцентное послушание. Это очень мощный механизм. Единственный его недостаток, единственный его недостаток, после того, как он вам рассказал дорогу, после этого, если он вам что-то будет говорить другое, а не про дорогу, вы его вряд ли будете слушаться по обстоятельствам. То есть его ценность исчезает, человека, как вашего руководителя и вождя, как только он отдал информацию. Вот это недостаток информационного преимущества, как управленческий механизм. Но пока оно есть, оно дает возможность управлять. Вы помните, хотя, ну, от дедушки и бабушки слышали, что раньше была почта, были конверты с письмами, да? Вот. И бывало, человек получает письмо, а тот, кто его принес, он поднимает на ракет, говорит, ну-ка потанцуй, потанцуй. Почему надо было танцевать, прежде чем получить письмо? А потому что у меня есть эта информация в руке, а у тебя нет. И вот это преимущество, оно исчезнет, как только я передам письмо, да? Но пока оно есть, хочется попользоваться им. Хотя бы пусть человек потанцует. Вот подоплека такая. Вот это потанцуй, оно часто бывает и в офисах. Например, руководитель попросил передать что-то другому работнику. Что-то такое, что для другого работника некую ценность представляет. А передающий ему сразу не передает, а начинает намекать, как-то так вот, что вот якобы, ну как-то советовать. Словом, по-всякому жмет информацию. Другой понимает, что чего-то он то знает, да? А так неохота отдавать, потому что пока не отдал, вроде как ты роль у тебя повыше, а в другого пониже, да? Некоторые злоупотребляют вот этим вот, что сразу не передают информацию. Или держат очень долго, в последний момент отдают, чтобы иметь информационное преимущество. Потому что так грустно, ты имел преимущество, как отдал, так все, ты не нужен, да? В этом отношении. Руководитель в этом смысле имеет возможность информационное преимущество поддерживать. Он сам ставит задачи, он собирает с многих мест информацию, да? Он строит планы. Поэтому он всегда имеет некоторое информационное преимущество. А как он им пользуется? А по-разному. Слабые руководители его тут же отдают. Они не ценят своему информационному преимуществу. Они советуются, рассказывают все другим, да? И фактически это преимущество не имеет. Особенно это когда часто этим злоупотребляют женщины, руководители, которые имеют неких приближенных женщин. У женщин часто бывают приближенные женщины, которые они всеми делятся. Они как бы сразу отдают это преимущество. И тогда те имеют преимущество, оно как-то рассасывается. Вот. Некоторые мужчины тоже быстро отдают преимущество. А это зря, потому что это очень экологичный механизм. Пока ты имеешь преимущество, для тебя слушают. Ты знаешь, а другой не знает. То есть по существу это локальное лидерство. Это то же самое, что лидер, но только на то время, пока имеет преимущество информации. У него карантина мира более адекватна, чем у того, кто не имеет ее. Поэтому нужно аккуратно пользоваться информационным преимуществом. Не злоупотреблять им. То есть не держать в черном теле людей, не давая информацию. Но и не давать лишнюю информацию, которая может потом пригодиться. Порционно. Порционно, да. Дозировать надо информацию. Правильно руководит дозирует ее. Поэтому, скажем, Форд, он был противником совещаний, когда всем все говорится, да, то, что других подразделений не касается. Он не проводил совещания. Каждому надо знать то, что ему нужно для работы. Нечего ему знать остальную информацию. Это мешает ему лишнее, так сказать, влекает его мысли. Кроме того, он у него провоцирует его на какие-то дела другие, да. Значит, нужно уметь информацию защищать от того, чтобы она уходила. Самому ее давать дозированно, столько, сколько надо. А защищать информацию от распространения. И для этого существуют различные способы информационного дистанцирования от других. Перечислю эти способы. Ну, во-первых, техническое дистанцирование, как самое простое. То есть, отдельный кабинет. Что мы говорим в кабинете, другие не слышат. А отдельный номер телефонной связи, да, который другой сложно подслушать, да. Вот, отдельный этаж для начальства, отдельная столовая для начальства, чтобы вы не слышали, что они там говорят, да. Отдельный корпус для начальства, отдельный город для начальства, условно говоря, да. Вот это все технические способы дистанцирования. Распространение документа под подпись, ни в чем дают читать документ. То есть, он технически не попадает в руки других людей и так далее. Вот, по списку дают документы. Это технически. Есть технологические способы дистанцирования. Технологически означает, да, все могут получить информацию, но проделав некоторую тяжелую дорогу к ней. Затраты некоторые понеся, при времени там, ущили. Это используется тогда, когда не имеем права не дать информации, но не хочется давать или же нецелесообразно давать. Но по закону дать обязанность. Вот тогда строится технология, про которую, ну, трудно, надо пройти некоторую дистанцию. Здесь мы чувствуем некоторое такое лукавство, да. А теперь посмотрим без лукавства технологию. Уверем. Значит, вот приведу такую хорошую модель технологического дистанцирования. Это двойная дверь в кабинет начальника. Одинарная, она техническая некоторая дистанцирования. А двойная, она уже технологическая. В каком смысле? Она, конечно, и техническая тоже. То есть звук там, больше звуковая изоляция. Она технологическая. Почему? Когда начальник немножко запросто с ним держится, часто заглядывают, дверь свободен, не свободен, заходит, да. Так, может зайти? Можно зайти? Ну, давай, заходи. И заглядывание таких довольно много. К вам много заглядываний? У меня нет своего кабинета. У тебя у вас нет? Хорошо, подходит часто к вам? Да. Чаще, чем хотелось бы или нет? Нет, нормально. Нормально? Да. Хорошо, значит, вы себя правильно поставили. Да, ну ладно. Вот. Часто бывает в кабинет заглядывают без дела. То есть по пустякам заглядывают и отрывают часто начальника. Стоит поставить вторую дверь, не надо менять свое поведение. Но две двери распахнуть и заглянуть по пустяку уже трудно. Уже сразу резко сокращается количество посещений. Вот для тех начальников, которые произошли сами из специалистов, их подняли, теперь отдельный кабинет, и там по-прежнему к ним запросто обращаются, ну, поставьте второй дверь в кабинет, скажите, что дует. Там еще чего-то. Ничего, это не такие большие затраты. Сразу заглядывание будет меньше. Вот. Иногда бывает технологический линец-секретарь, когда надо сперва к секретарю записаться, да? Да-да-да. Там скажут, что какую-то технологию пройти, тогда, значит, можно это получить. Иногда документ можно получить, но надо для этого получить визу там, там, там. Визу всегда дают, но вот это надо пройти дорожку, да? Приведу пример технологической дистанцировки, с которым я столкнулся, когда я не прошел всю дорогу. Значит, дело было на Мальте, когда я там писал книгу несколько месяцев, и я хотел узнать, сколько валюты можно провести. Это было до того, как Мальта вступила в Евросоюз и бы стали едины законы. А я находился в аэропорту и думал, что это простое дело. Я подошел к людям в форме, говорю, сколько можно провести. Они говорят, а выбрайтесь таможенником. А где? Я же форму не различаю. А вот там вот они гуляют. Подошел к ним. Так, друзья, сколько можно провести валюты на Мальте? Они говорят, а вот там и, значит, киоск. Вот туда сходи, и те скажут. Я подхожу к букве, хотя сомнительно, что это правильное место. Точно сомнительно. Но сказали, что же я буду. Ну вот, подошел, спрашивают. Они говорят, а вот видите, на стенке напротив, там вот полочка. Вот над этой полочкой, вот там кнопочка на самом деле. Это радио. Подойдите, нажмите кнопочку по радио и задайте свой вопрос. Я подошел к полочке, нажал кнопочку, спрашиваю. А меня спрашивают, а вам зачем? Меня вопрос удивил. Я думал, что, как сказать, вот. Не требуется каких-то особых пояснений. Ну, ладно, отвечаю на ходу, придумаю, говорю, вот группа заезжает, такие все законопослушные хотят, чтобы все было правильно. Вот сколько можно? А у вас паспорт с собой? С собой. Ну, поднимитесь там на второй этаж, 214 угол, то с вами поговорят. Я не стал подниматься, потому что мне показалось, что это еще не конец всей технологии. Важно, что я не прошел. То есть, в принципе, люди не отказываются, только дорога длинная, да? Вот. Часто это используется, технологическое дистанцирование, когда не имеют права не дать, но устраивают длинную дорогу к ним. Вот. Есть еще экономическое дистанцирование. Ну, представим себе, приятель у меня был хороший, взял его себе в компанию, когда она была маленькая. Там он стал менеджером подразделения, потом выросла, я вырос, я первый руководитель, а он остался менеджером среднего звена. Но по сложившей традиции он ходит обедать со мной, двумя моими заместителями, ходит обед, мы вчетвером ходим, а он на правах как бы приятеля ходит. Но фирма становится серьезнее, больше, и, в общем, ему незачем знать то, что знают топы, да? Вот. И как от него освободиться? Разрушить, ну, жены общаются, ну, чтобы не было бы обиды, да, применяем экономическое дистанцирование. Очень просто, значит, говорю, вот сейчас такой ресторан открылся новый, давайте пойдем туда сегодня обедать, пошли туда, там в два раза все дороже стоит. Он два раза сходил, говорит, я с ребятами, ну, давай с ребятами, ладно, все, отстал, ему не по деньгам, а можем уже вернуться в какие-то другие подешевле, если хотим. Вот. То есть это очень экологично. Человек не обиделся, да? Вот. Есть технология, есть дистанцирование, скажем, этическое. Допустим, тот же приятель, он, раньше вот совещания проводились, где он по должности не должен быть, но опять-таки присутствует в качестве, так сказать, вот сложившейся традиции. А пора бы, чтобы он на эти совещания не ходил. И вот говорю, вот этим прийти, он говорит, я там тоже нужен? Ну, как ему скажешь, нет, ты не нужен? Да ты понимаешь, там вот у Александра такой вопрос, такой семейный. А понял, понял, не буду. А у Александра вопрос об отпуске, там, в семье тоже касается, да, ничего там такого нет конфиденциального. Ну, человек отчалил, в другой раз не пригласили. Ну, так мягко. На самом деле, когда мы вот такое употребляем по отношению к товарищу, то это не есть какой-то неэтичный ход по отношению к нему, не есть манипулирование. Почему? Он сам чувствует, что, ну, неправильно, да, он неправильно сам чувствует. Но он не хочет потерять лицо, чтобы отчалить, да, он понимает, что неправильно. И когда мы ему даем возможность отчалить, не потеряв лицо, он нам благодарен. Он понимает, что рано или поздно это произойдет. Но то, что мы вот так вот поступили красиво с ним, он благодарен, тут нет никакого обмана. Надо заботиться о том, что человек не потерял лицо, когда мы это двигаем. Но ясно, компания растет, если человек не растет, всегда какие-то прежние рушатся технологии, которые в право обыча входит. Вот. Может быть, эстетическое дистанцирование. Нам вот не нравится, чтобы кто-то пошел с нами, а, допустим, тот же из стопов, да, а мы все пойдем куда-то там после работы. А нам надо, чтобы он не пошел. Мы договорились, что мы так все будем при параде. А он пришел в джинсах. А мы рассуждаем, куда пойти. Он понимает, что вот туда-то в джинсах не пойдешь. Ну и как бы глаза гуснеют, но никто его не говорит, что не ходи. Ну, просто одет не так, да? Вот. Но всегда под рукой есть психологическое дистанцирование, им надо владеть. А именно, мы разговариваем втроем, стоим треугольничком и говорим, подходит четвертый, который вроде вхож в нашу компанию, но в этом разговоре нам не нужен. И он спрашивает что-то. И вот теперь важно, что если он меня спросил, я не поворачиваюсь к нему корпусом, а я головой к нему, головой к нему. Он спросил, я ответил. Опять голову в центр этого. Еще раз спросил, я ответил. Вот так головой. И все, он отчаял, говорит, ну ладно, ребята, я пошел. Он понял, что стеночка, да? А если кто-то из нас начинает ему отвечать и корпусом поворачивается к нему, то он замыкает теперь четырехугольник и теперь уже попробуй его отсюда выдвинь, да, уже приходится либо тему менять, либо как-то его как-то повесвещать. И у нас у двоих злость на того, кто повернулся к корпусу. Ну ты что, не понимаешь, он нам здесь не нужен, да? Ну в следующий раз от тебя будем дистанцироваться. Особый случай дистанцирования, расскажу, который полезный, который называется полубайкот. Полубайкот это тогда, скажем, вот я вами недоволен, да, я вообще не хочу с вами общаться, но вежливость требует общаться. Я общаюсь с вами, но я всегда только с вами тогда заговариваю, когда вы заговариваетесь первой. И никогда первым с вами не заговариваю. Это будет полубайкот. Как вы ко мне обращаетесь, я всегда говорю с вами вежливо, доброжелательно, но никогда не заворачиваю, не заговариваю первой. А здороваться? Здороваться, само собой, да. Но не заговариваю первой. Это полубайкот действует на чувствительных людей, но в основном на людей западной культуры. Русский человек может три года с ним так общаться, так и не заметит, что ты никак первым не обращаешься. Я это обратил внимание, когда учился в университете, значит, там группа была физиков, которые на русском языке обучают, через коридор эстонцев обучают. Я когда приехал в Тарту, я на третий курс сразу пришел, ну, с эстонцами начал общаться. Через несколько общений я заметил, что никогда они со мной первыми не заговаривают. Я сразу прекратил общаться. Но я это на третьем курсе. Они с первого курса до сих пор, наши, вот мои однокурсники, общались с ними и замечали, что с ними первыми не заговаривали. Я так удивился, ну, надо же толстокожесть, какая у моих соотечественников есть, а? Ну, что делать? Что делать? Ведь в свое время почистили хорошо наших соотечественников, и дворянство, и интеллигенцию, да? Вот, появилась некоторая толстокожесть. Значит, вот я писал различные способы дистанцирования. Иногда для дистанцирования нужно употребить целую строгему. Особенно дистанцирование проблем возникает именно со старыми друзьями и с родственниками. Потому что, ну, с родственниками как ты, как ты ограничишь информацию? Родственник всегда родственник, да, там, жена, дочь, там, сын, зять, отец. Обязательно с ними делятся, да? И стало быть, нарушается информационное дистанцирование. А нарушается, значит, управлять так экологично и красиво, как придется, невозможно, да? И очень тяжело тогда, очень тяжело. Иногда, чтобы дистанцироваться, надо целый стратагем употреблять, но это длинный разговор. Хорошо, я вот закончу на этом. Спасибо большое.